добрый вечер добрый вечер ваш фильм можно же говорить что это ваш фильм поскольку мы исполняете главную роль ван гоги выходит прокат 7 марта но это ведь не подарок международному женскому дню там же нет женской тематики ну там есть прекрасной актрисы дата я обратил внимание что и коренева и наталья негода который не снималась очень давно он не маляева чудесней да да просто это все легенды советского скажем так вы с ними раньше работали кстати с этими девушками скажем так нет нет ваше впечатление от работы счастье 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 потому что это интересные женщины или потому что с ними комфортно работали потому что они интересные женщины потому что с ними комфортно работали потому что они сами здесь и сами по себе изумруды такие по сюжету ваш персонаж не самый удачливый художник спустя много лет налаживать совсем неудачный лузер да как бы было было даже обозначена в одной из аннотаций вступает в коммуникацию повторную со своим отцом с которым был в конфликте большую часть жизни до изначально ведь планировалось что с матерью да будет не нашли актрису как я знаю на эту роль в конце концов так получилось что да не нашли мы перебор перебирали всех актрис этого возраста просто полный список кто-то сразу отказывался с кем-то мы проводили пробы в том прощение отказывались мотивирует чем ну мотивирует тем что нет сил уже тяжело не хочется в таком качестве оказаться на экране потому что как вы понимаете вот эта физиологичность происходящего может пугать актрису 79 лет до персонажа вот значит мы ездили и и в варшаву и в софию и украинских актрис пробовали и в конце концов сережа ливнев остановился на одной актрисе фамилию который я не буду называть но так но наши актрисе наши грозы есть вот но так случилось что за 10 дней до начала съемок выяснилось что у нее совсем принципиальный иное взгляд на на этот сценарий на то что надо играть и режиссер этот не допускает ливнев он не тот режиссер который готов не просто ли в него не нужно было видение не нужен был фильм этой актрисы ему нужен был фильм свой поэтому значит поэтому она ушла с проекта и после проб и как если же проб по после проб после всего после договора после костюмов вот вы заинтриговали и серёжа в панике в абсолютной панике представляете через десять дней нужно включить камеру у нас нет актрис нету вот и тогда он делает конечно ход конем совершенно уникальный он звонит даниэль альбурискому и предлагает ему сняться в картине почему он ему звонит они были знакомы были они были знакомы работали по предыдущему проекту который не осуществился но тем не менее знакомство было вот и значит даниэль альбуриске спросил только сколько там съемочных дней серёжа ли мне сказал 17 даниэль сказал у меня как раз 17 съемки все очень свободных свободных дней значит дальше дальше серёжа послал ему сценарий извинился что там написано женщины что он перепишется на мужчину а то есть даже не переписывали нет а я уточню а дирижер все равно было вот дарву дар и персонаж когда вашу мать вашего персонажа тоже было дирижером даме только не оркестра а хора значит и и дальше даниэль плохо читает по-русски ему жена прочла сценарий или даже просто рассказала он позвонил сказал да я буду это играть и серёжа в течение нескольких дней буквально переписал сценарий на мужскую линию и мы в назначенное время начали снимать вот меня это очень озадачивался мне кажется что взаимоотношения сына и отца и сына и матери это все-таки очень разные по энергетическому наполнению самину но сценарий был переписан достаточно достаточно основательно то есть вот именно с учетом вот этого гендерного с учетом того что из макера изменил изменился пол пол родителя вас когда мой юный коллега на кинотавре где кстати прям фильм получил приз за много чего за моему которая 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 звучит в картине серпа молод сережи у него да так что это смешной а вот мы часто к этому тюрьму на кинотавре вернёмся по про музыку вы как-то как мне кажется вот сейчас прозвучало что не считаете что музыка это один из важнейших компонентов в кинематографе нет нет ни в коем случае да вы же как улса музыка на баяне практиковались ни в коем случае просто эта музыка которую десятников разрешил второй раз использовать сереже который просто эту музыку уже звучало в картине серпу мол а а вы допустим когда знакомитесь с предложением будь это сценарий или просто звучит вы про музыку вообще думаете или все-таки для вас это такой компонент который на завершающей стадии что-то может добавить что я могу что я могу думать про музыку я помогу думать про любую музыку это не будет не иметь никакого отношения к тому что я читаю поэтому сначала значит для меня интерес меня интересует литературная основа потом меня интересуют кадрики которые видят режиссеры которые мне каким-то образом их транслирует потом меня интересует монтаж а потом меня интересует звуковой ряд до в бинар таки не озвучили вы в этом списке это прозвучит дело все в том что это я до того как прежде всего понять до того как не открываются на хорошо чтобы закончить с музыкой вы свое отношение к рэпу не изменили потому что в ряде бесед вы рассказывая пристрастиях ваших сыновей а это не гали что это не моя муда да я не успеваю услышать слова надо не успеваю надо надо слушать это дано в каком-то в на панели не расслушайте на французском рядом месседж будет мне надо мне надо скорость там к сожалению в наушниках нет такой такой замедленно шло нет вы знаете там там что что что-то есть я вот тоже долго не мог у меня внук сам читает я бы вам очень 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 рекомендую потому что за этим какое-то ближайшее будущее не вернемся про тематику юных юный журналист на кинотавре когда беседовал с вами вы ему сказали что у вашей мамы была деменция и он очень смутился естественно с этой темы ушел но поскольку вы сами это озвучили я хотел бы узнать это какой-то был опыт который в работе помог в данной вам нет делать в том что деменция моя мама произошла уже после того как мы сняли картину и собственно говоря в этом состоянии она в июле прошлого года и ушла из жизни вот просто если в кино это играется то буквально через несколько месяцев я это увидим и на самом деле сами когда думаете себя и про предстоящий срок здоровья вот и да думаете об этом да это вас пугает да как вы вообще тогда в этом контексте относитесь к эвтаназии которые известно что она запрещена и в россии в канаде по моему тоже но в ряде стран она разрешена в швейцарии например да значит поеду в швейцарии а то есть вы в принципе считаете что это оттуда вернулся этом снимался как месяц нет они же что в принципе это допустимо потому что ведь все я уверен что это не только допустимо это должно должно быть разрешено потому что человек должен иметь право определять собственные возможности своего ухода почему тогда как вы считаете все конфессии мировые категорически не принимают саму вообще идею прощание добровольного жизнь наверное существует традиции до насколько они там работают это уже другой вопрос но традиции существует и от традиции очень трудно изменить иногда отказываться поэтому поэтому ну и плюс это приносит немалый доход вы не религиоз я нет а вашей семье кто-нибудь теперь мы все крещены но не не слишком высорковлены родители папа был пол жизни атеистом потом что-то такое немножко все-таки что-то такое произошло он стал более лояльно относиться к религии вот мама в церковь церковь ходила но все равно это не носило такой я бы сказал фанатичный фанатичный характер я так понимаю мы возвращаемся к фильма ван гоги что данная секрет название будет только ясен финал достать тех кто дает для финал вы в одной беседах не в одной в нескольких говорили что вы неплохо рисовали или рисуете мне рисовал сейчас не практикуете почему это очень терапевтично да наверно ну как рука не тянется не знаю не знаю а чем вы тогда психотерапевтирует себя кроме чтения книг я читаю книги да это я даже в канаде в основном я читаю очень-очень люблю это время почитайте бумаги прям вот бумагу можно я покупаю книги читаю бумагах книги лежа на диване вместе с собачками со своими и получаю просто наслаждение иногда особенно когда читаю хорошую литературу она сейчас есть плюс у меня есть мастерская и не то чтобы я делал какие-то поделки декоративные нет но я вот все что касается ремонта там сантехники электрики я все могу сделать сам меня это и меня это очень вдохновляет и я отдыхаю именно тогда когда меняю лампочки так так случилось это очень интересно я люблю я люблю сверлить строгать шкурить нет нравится пилить я уже вижу даже газетные заголовки серебряков я люблю шкурить мы уже говорил женскую тематику затрагивали вам вообще комфортнее работать с девочками или с мальчиками будь это режиссер и актеры на площадке или для вас это не имеет никак не имеет никакого значения для меня значение имеет только адекватность партнерская а каков критерий адекватности что по по вашему не неадекватно в работе мы должны договариваться потому что все таки это совместная совместная такая процедура на игра поэтому мы должны договориться мы должны научиться говорить на одном языке и иногда это не получается это не всегда не всегда это получается да хотя мне на партнеров очень везет из тех работ в которых вы участвовали бывали те что во время работы вам кажется что вот получается вы прям довольны все довольны на площадке а потом результат так себе да да такие так такого так так бывает вообще должен сказать что никто не хочет снимать плохое кино в принципе вот я не видел людей которые бы сказали вот режиссер там приходит к тебе и говорит так лишь значит я хочу снять плохое кино вот такого я не такого в моей биографии такого не было но почему же так много плохого кино все стараются снять хорошее кино а плохого все равно больше вот поэтому бывает так а бывает наоборот бывает что что ты чувствуешь что что-то такое не идет как-то не клеится не заладилось а потом смотришь на экране ты смотри-ка вроде ничего во время работы над ленты про которую мы сегодня беседуем ощущение какие были у вас что получается да у меня было ощущение что получается потому что ну я смотрел плейбэк да я смотрел кадрики но то что делает клименко это по-моему грандиозно потому что одну то как он владеет камерой как он дышит камерой это по-моему уникально вы сами снимаете ну для себя ими фотографируете домашнее видео почти не почти не а мальчики машин дачу делают они в соцсетях представлены если честно даже не знаю наверняка об и нет я там меня нет нет меня нет и вы не следите за тем фигурирует ли ваши сыновья и нам дочь в инстаграме нет нет не а жена по-моему и есть фейсбук то есть вы на настолько вот к этой сфере жизнь как-то я да как-то меня не не очень это все мне как-то не вот мало интересует сыновья посмотрят ван гоги да конечно конечно да но это для них будет работа работа заложили я очень хотел бы чтобы это было для них работа но работа не смысле тяжести и нудятины а смысле чтобы они мозгами поработали немножко по поводу этой картины дочь и душой что правда я понял а дочь посмотрит дочь является добиться конечно как она ладит ура уже сама недавно стала мамой да сколько вы стало быть дедушкой как она водится братьями хорошо в общем у нас достаточно нормальная полноценная хорошая семья не грех жаловаться потому что я радуюсь глядь на них они дают мне повод гордиться да в канаде вообще знают в российское кино современные или советское сна канадцы ну скажем так круг войны вообще ни с кем бы я не знаю я не вхожу в канадский клуб круг поэтому я не знаю что что канадцы думают про про значит про советское про российское кино а значит русская диаспора без сомнения смотрит кино на ничто я устраивал я один раз устраивал по просьбе значит там принимающей стороны я устраивал ретроспективу своих картин но не всех наверное не там было восемь картин не помните какие просто мне интересно какие из своих работ вы начинали не важно 8888 картин там было вот и надо сказать что был полный зал да так что люди ходят а вы в википедии представлены как советский запятая российский и канадский это странно актер это более чем страну вот эти гали уточнить вы в канаде не работали в качестве кинематографиста я работал в канаде я снимался она тогда но я не канадский артист это это вы работали в канадском кинематографе но я вот сейчас снимался швейцарском кинематографе что я швейцарь что я много где снимался я остаюсь русским артистом конечно да вот насчет макмафия и до его и макмафия снимался от этого я не стал англичанином нет это я не знаю по какой причине кто это написал но это конечно бред силы кобылы потому что я русский артист макмафия знаю будет 2 2 должно должен быть но я пока ничего об этом не смогли насколько я понимаю это экранизация книги или же этой линии там на это да именно поэтому именно поэтому насколько я понимаю у них возникли сложности им нужно писать оригинальный сценарий и видимо поэтому вот этот сезон так то есть так такая пауза будет между первым и первым сезоном и вторым очень много писали про макмафию и в британской прессе я читал и естественно у нас вы то что пишут о ваших работах читаете или вы считаете что только киноведы имеют право на оценку профессиональной деятельности честно говоря почти нет я и киноведов не почти не читаю честно говоря у меня есть как свое собственное мнение она меня устраивает но ведь и специально обученные люди которые получались тому чтобы вот оценивать то чему обучались вы без сомнения но не все специально обученные люди у каждого специально обученного человека есть свое мнение рядом сидит другу другой такой же специально обученный человек но у него принципиально другое мнение поэтому в общем ориентироваться можно только на на самого себя и на свою жену потому что первую очередь да вы сказали в одном из интервью что первую очередь на свою жену конечно хорошо на жене мы вот женскую тематику первой части закроем хорошо во втором поговорим про жесткую мужскую хорошо про мужское и женское вы знаете существует разделение на мужское и женское кино если мы говорим про мангоги это какой мужское мужское кино то есть под этим подразумевается что она рассчитана в основном на мужскую аудиторию и что 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 имеется ввиду более думы что термином в общем в кино существует интонация да и как в жизни есть мужская интонации есть женская интонация как в литературе есть мужская проза есть женская проза так в кино существует все таки интонация и иногда разница это чувствуется очень очень отчетливо знаете общее место уже есть что мы являемся свидетелями стирания вот эти гендерных грани что сейчас мужчины становятся все больше похожи на женщин женщины на мужчины как вас отношения допустим к однополым бракам пушка надо это страна которая в этом смысле является флагманом туда даже из америки ездили заключать браки в свое время не нормальные отношения к однополым браками на полом браком я вам объясню очень простую ситуацию если люди любят друг друга уважают друг друга и хотят жить вместе пускай пускай они сделают это официально я не вижу в этом ничего плохого вы считаете что в россии в ближайшем будущем будет легализован нет 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 почему в силу менталитета и нашего или в силу политической воли я даже думаю что это не политического воли у нас слишком сильно влияние рпц на на жизнь нашей нашей территории поэтому я сомневаюсь что здесь когда-либо это будет возможно ну а в чем влияние русской право православной церкви на жизнь в чем вы то увидите что 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 это абсолютно греховно а вот спасает на пол и браке грехов ну а вот вы как они знаем что есть такие люди люди иногда так живут да прекрасно знаем но почему-то мы отказываем им возможности официальной демонстрации этой почему-то мы отказываемся мы мы почему-то вот не хотим закрываем на это глаза но одно дело все-таки как-то абстрактно рассуждать о свободах или несвободах другое дело это как-то проецировать на там собственную жизнь и на собственную семью вот вы готовы чтобы кто-нибудь из ваших сыновей пришел сказал что он себя ощущает как там у на ума вот я готов сказал что я на самом деле понимаю что я девочка я готов купите мне платье я готов и то есть вас ничего не ничто не ёкнет ну вот так мне кажется что ничто не ёкнет но я не могу вам этого гарантировать честно говоря потому что может быть что-то и ёкнет но для этого нужно про через это пройти а вот так фантазируя я скажу ну лишь бы ты был счастлив понятно в одной из бесед вы сказали что допускаете что дети будут ваши учиться в россии получать высшее образование я это гипотетически нет 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 сейчас я думаю что это вряд ли дело все в том что для этого надо было чтобы они приехали на 11 класс суда чтобы сдать егэ вот но они учатся в очень хорошей в канаде школе мне жалко их оттуда оттуда убирать не говоря о том что старший сын уже сейчас поступил в университет и какой он выбрал специализацию что то связано с бизнесом то есть они по папе на стезе попали нас не я не точно не пойдут стёпа скорее всего будет гуманитария это будет что-то связано с архитектурой с дизайном с живописью их канадские одноклассники знают что в родители соучеников звезда во всяком случае таком может быть не глобально но поскольку в торонто значит шел левиафан и прошел очень ярко и очень всячески о нем писали много то в принципе они знают но что что вот что что я там снимался и что что значит я их папа но но по-моему это как-то они к этому не как-никак по крайней мере когда они когда они приходят в гости они благоговеют ничего такого нет автограф у меня не спрашивают а там в канаде в это же частная школа я тогда понимаю раз она хорошая то она значит не бабушка комис формат родительских собраний формат родительских собраний есть но он не это не то что все родители собираются и и слушают как учитель рассказывает про учеников тебе дается полчаса на каждого учителя и ты проходишь за день разговаривая один на один с каждым учитель вы как сказать что мы в 90 и сделали шаг назад и после этого сделали шаг вперед до этого сделали три шага назад а вот очень многие ваши коллеги по цеху говорят что 90 и фактически не существовало профессии вашей актерской что кино закончилось полностью так оно и было нельзя сказать что она закончилась под полностью но она действительно влачила жалкое существование это действительно так вот но я имел ввиду социальную категорию они некими кинематографическую вот поэтому я говорю про социальный аспект того чтобы мы сделали большой шаг вперед в сторону демаркатических свобод а сейчас сделали три шага назад в этом же контексте контексте свободно но ведь в 90-е годы если мы говорим про социальную какую-то составляющую не платили зарплаты я это помню просто вообще не платили там спустя полгода или год с пенсии мы тоже помню школьницы шли на фон или просто для того чтобы все было очень плохо это без сомнения но 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 невозможно было не сломать не сломать ту систему которая советскую систему которая была когда ломается вполне естественно есть большие возникают большие проблемы для многих людей было огромные проблемы но на мой взгляд был дана возможность людям наконец-то либо по их желанию либо против их воли но была дана была возможность почувствовать себя свободным и ответственным за самого себя не тем что ты живешь миром заводом парковом правкомом комсомолом и так далее ты живешь сам сам по себе для своей собственной жизни ты отвечаешь за себя ты должен выбирать что тебе нужно что тебе не нужно чего ты должен отказаться что на чем ты должен настоять это очень существенные человеческие категории которые делают превращают человека гражданина если мы хотим гражданского общества должны быть граждане граждане просто так с неба не падают люди становятся как человек становится человеком только когда он что-то в себе делает занимается самообразованием я не веду сейчас образование школьной до самообразовывается внутренне когда он отвечает для себя на вопросы что хорошо что плохо что мне ненавижу к чему я стремлюсь что я хочу от себя самого за что я готов отдать жизнь за что я отвечаю несоответственность за что каков мой выбор вот точно так же собственно говоря вот мне кажется точно так же человек становится гражданином когда он думает не только о себе но я но о том что его окружает вы когда работаете вот в частности ленты про которую мы говорим вы ведь общаетесь со своими соплощадниками то есть с людьми которые работают на площадке настроение вокруг вас в погемной среде она в целом совпадает с вашими или вы находите каких-то оппонентов вашей позиции не это часть совпадает большей частью совпадает большей частью совпадает но есть и противоположная точка зрения поэтому поэтому я считаю что это совершенно нормально было бы хуже есть было вообще только одна точка зрения тогда это был тогда бы это все опять превратилась бы в тот 70-летний кошмар ван гоги это история полностью аполитичное ваше представление там никаких нету на то что называется месседжи нет никаких это это если ее просто жанром обозна обозначить это обычная мелодрама просто сделано на нас таким с такой виртуозной точностью тонкостью и с такой исповедальностью что в кино встречается очень редко и это благодаря кому это благодаря режиссеру благодаря операторам благоператору благодаря артистам благодаря тем кто работал над этой картиной все вы говоря про балабанова сказали что он очень тяжелый в работе ливнив ливнив это человек с которым вам работать легко и просто некомфортно сереже хотя он тоже не простой человек но сравнивать с балабановым его бы не стал новые сейчас не манеру иметь ввиду масштаб таланта не жил вы имели ввиду как комфортность работы а в этом смысле да с балабановым работать было очень тяжело но вы считаете его гениальным я считаю что его одним я не могу я не не апеллирует так таким понятием гениальный да но я считаю его одним из самых лучших режиссеров прошлого значит века есть режиссер из ныне здравствующих с которым вам хотелось бы поработать и который пока так вас не занять да такие режиссеры есть такие режиссеры есть называть фамилии они будут потому что это будет странно досмотреть называть фамилии я не буду но такие режиссеры есть без сомнения меня интересуют те кто приходят в эту профессию и когда я вижу когда я вижу с большим удовольствием снимать фамилии трашках когда я вижу что человек который хочет ее снять на держим в идее высказывания когда у него есть что высказать тогда я принимаю участие в коротком метре и считаю это таким заделом на будущее потому что имею возможность через несколько лет когда этот режиссер станет бронзовым прийти к нему и сказать дай пару съемочных дней на лекарства не хватает как вы относитесь к братьям михалковым на книге сергеевичу и как кончаловскому я обоих считаю очень и очень крупными режиссерами вот один из них достаточно заметная фигура в общественном аспекте вы разделяете я сейчас не про вашу биографию говорю о в целом в отношении коллегам то что человек делает в профессии ну в данном случае в кино и его высказывания там скажем на тему общепита транспорта и да я разделяю потому что общепит транспорт благополучно значит исчезнут картина раба любви или неоконченная механина неоконченная механина останется надолго на очень долго все это все это мы не знаем мы знаем что лермонтов был чрезвычайно желчный злобный подарок персонаж да но нас же не это интересует нас интересует ее в его поэзии ваше отношение к тому что в россии все что связано с театром это фактически является бюджетной истории то есть государство финансирует деятельность тысяч и тысяч театра вы считаете это правда на перспективе долгосрочный да я считаю что это правильно потому что театр одной из видов искусства да это это культура это то же самое как но грубо говоря там это то же самое как работа над над новыми лекарствами да значит это не приносит сразу каких-то ощутимых дивидендов но должна быть большая работа в лаборатории для того чтобы произобрести новое лекарство точно также театр да он не отдает сразу тебе дивиденды в виде умных глубоких образованных людей но потихоньку 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 он организовывает культурное пространство народа поэтому поэтому государство должно обязана принимать в этом участие тем более что государство собственно говоря это нанятный менеджмент который за наши деньги делает нам хорошо за наши деньги надо понимать что за наши деньги государство делает должно делать нам хорошо то есть должно ценить человеческую жизнь ценить человеческое достоинство стараться развивать нас культурно лечить нас когда вы последний раз были в театре и что это было давно не вспомню уже уже новача я был них не даже не помню название а на сцене когда в последний раз были еще более давно я играл лопахина наверное лет шесть-семь тому назад про волю случая прежде чем поговорить я хочу вспомнить как собственно вы попали в кинематограф был в газете вечерняя москва опубликован фоторепортаж до вас увидел ассистент режиссера понял что это тот мальчик который нужен мне интересно вы до этого или после этого читали газету вечерняя москва то есть вы для вас это как-то отпечатали это вот просто такой случай я должен сказать про и эту газету в которой было фотографии не читал по и у вас ее не сохранилось даже вот этой такой вот судьба образующий у меня же не сохранилось у меня бы не сохранилось но папа сохранил конечно то есть она она есть да ну где-то в чемодан но в чемоданах с типами фотографии да вы сказали что читаете книги а газеты журналы и вообще медийную продукцию потребляет потребляю в основном в компьютере в компьютере то есть не покупаете не глянец нет нет ну вот я пока я еду летаю я я уже понял что вы не особо как принято употреблю глагол современный паритесь по поводу того что пишут о вашей работе о вас когда что что вы читаете это это экономические политические культурные новости вот что что вас интересует экономические новости без сомнения новости культуры без сомнения какие-то какие-то социальные какие-то исследования вы читаете и канадскую прессу нет вы не читаете по английски потому что нет жена ведь я так понимаю она читает да наверно все дни нет тоже не читает то есть что что происходит в канаде вы узнаете и мы узнаем от от наших друзей которые более более оканадчина чем мы но телевизор то вы смотрите российский и там тоже да да понятно не буду говорить как какой канал ну я я такой загадались уже какой-то какой канал но мне кажется что все-таки надо смотреть ну все все линейку то есть вот понимать телевизион обозреватель поэтому я не обязан вот щелкать вы знаете я вот под финал открою вам секрет нет телевизионных обозревателей все люди которые так называются они вне зоны своей компетенции я так понимаю что вы считаете что и и киношных в общем рецензентов нет поэтому я просто пожелаю не хороших рецензии мама чтоб кино посмотрели чтоб она понравилась и зрителям и я считаю что очень важно потому что она понравилась вашей семье мне кажется это семья это это самое важное поэтому я вам так скажу нам вот я же достаточно уже прожил лет до в этом году у меня юбилей 55 ничего более важного чем моя семья я для себя не нашел да я как-то помню ваше заявление что там готовы буквально порвать сына и дочь поэтому я пожелаю что вам не пришлось никого рвать что чтобы люди вообще меньше рвали друг друга а больше смотрели хорошие кино чтобы меня никто не порвал а вот это тоже важно я вас бы порвал бы но не формате нашей сегодняшней беседе я думал может быть когда-нибудь представится возможно все хорошо